Никто из вас не купится на нажимную плиту где-то посреди равнины. Жертва, поняв, что это ловушка, сломает нажимную плиту, тем самым активировав настоящую ловушку. Окей, вот это я бы точно не ожидал. Майнивны с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на очень необычное видео, это 20 неожиданных видов оружия в Майнкрафт. Это Стоун, Майнкрафт, погнали смотреть. Поехали, полетели. Майнкрафт по своей сути это игра песочница, так что в ней много способов не только... Это, наверное, одна из... не, наверное, это лучшая песочница, потому что те возможности... Создавать и строить, но и убивать и разрушать. Приготовьтесь, сегодня мы будем обсуждать самые странные способы делать последние два пункта. Давай договоримся, что если ты узнаешь из этого видео хоть что-то новое, то ты сразу подпишешься. А тот, кто сможет сделать это своим носом, найдет у себя в сундуке халявный незритовый сет. Погнали. Ребята, не надо, нос важен, нос важен, сет сами надо добыть, не надо. Озвучи на канал, стон. Подпишись. Весь с каждой подпиской на канал, мир становится добрее, но вы же знаете. Любой волкар, делал на зерео подойди к кровати слишком близко, прекрасно знает, что этим могут быть очень опасны. Настолько, что с их помощью можно убить дракона, однако в верхнем мире они более чем безобидны. Так что если вам нужно разорваться с каким-то своим неприятелем, затащите его в Незер, ну или Вент. Ну а если он все-таки на это не купится, у нас есть неплохая замена. Урон равный взрыву кровати, можно получить взорвав Энд Кристалл или Экль Возрождение. А на тяжелом режиме сложности это очень много урона. Поверьте мне. Баншот практически всегда. Что, как вы все уже успели заметить, сталактиты мало на что годятся. А, сталактиты идеально, так это для того, чтобы метать их при помощи поршней и блоков слизи. Упав на нижний блок, он попадает четко в тайминг для того, чтобы отправиться в дальнейший полет. Забав да. Какая странная дичь. Какая странная дичь. Сталактитами и сталагмитами. Теперь вы знаете идеальный пример, как ответить на это. Сталактит упадет тебе на голову. Это вопрос раз и навсегда. Номер 3. Если вы вдруг не знали, лодка и эндермен это идеальное сочетание. Как поймать врага, который все время телепортируется? Правильно. Устроить все так, чтобы он не мог этого сделать. Что ж, план возможно не такой уж и хитрый, но лодки способны куда больше, чем просто заставить эндермену стоять на месте. Итак, если вы сделаете потолок высотой 2 блока в Энди или в Адском лесе, а затем окружите себя лодками, то получите самую простую ферму эндерменов. Все, что вам стыдется, это триггер. Это на самом деле гениально. Смотрите эндерменов, чтобы они подходили, садились в лодку и застревали в текстурах. Хитрость лучшее оружие. Номер 4. Если вы плохо подготовились, служитель может оказаться вам не по зубам. А на последних уровнях сложности, где у него, кстати говоря, 300 хиллпоинтов, даже подготовленный бой занимает немало времени. Ну, только если вы не знаете следующего факта. Ну, я вот сейчас и под землей спаю, чтобы его легко бить было. Мечом или топором идея, конечно, хорошая. Ну, кому они нужны, когда есть фейерверки? Скрафтив себе пачку этих мини-ракет, заряженных на полную. Вы сократите время убийства и сушителя до жалких 10 секунд. А, важно упомянуть, что делать это лучше под крышкой из бодрока. Ну так, для безопасности. Зато этот способ действительно делает так, что вы зажимаете ПКМ на 10 секунд, и вот ваша халявная звезда. Окей, ну, а как с бодрока, если бодрока-то, как бы, не достать в обычном режиме. Ну, в апсиде, но в апсиде он разрушает. А если вы хотите об этом напомнить своим друзьям, то как насчет построить мишень, которая стреляет в того, кто выстрелил в нее? В обычном мире Майнкрафта блок мишени может встретить не то, чтобы и часто. А значит, мы можем быть уверены, что любой, кто на него наткнется, попытается попасть ровно в центр. А тот, кому это удастся, вместо ачивки, получит по заслугам. Это забавно. Помнит все. А если стрелом при этом добавить какой-нибудь противный эффект, то урок будет усвоен гораздо лучше. Жестоко ли это? Ну, не знаю. Зато теперь всегда будешь задумываться о последствиях. Номер 6. Какой бы круто продуманной ни была ваша ловушка, все может испортить обычное ведро с водой. А если тот, кого вы ловите не новичок, он сделает ватердроп, даже не моргнув глазом. Так что, если вы хотите, чтобы ловушка все-таки сработала, следует придумать, как помешать поставить воду. Губки не совсем для этого подходят. А вот менее очевидные полублоки очень даже. Когда они стоят в верхней половине, они ничем не отличаются от обычных блоков. Но сюрприз, если вы попытаетесь сделать на них вода дроп, вода поставится вниз и вы просто ударитесь об пол. Имейте это в виду, если вам нужно поймать про. Вот это на самом деле интересно. Это реально интересно, окей. Блин, сколько механик. Номер 7. Тоже об этом не подумал бы никогда абсолютно. Это абсолютно легкий способ украсить ландшафт на вашей базе. Однако, все не так лучезарно, если с вами играют друзья, у которых есть привычка ломать только нижние блоки, не срубая остальное дерево. Выглядит действительно не очень. Что ж, давайте посмотрим, как отучить таких людей портить деревья. Лоракс бы гордился. Спрятав под землей блок-наблюдатель и редстоун-рельс, мы получаем датчик испорченного дерева, который при ломании блока активирует мощнейший взрыв. А учитывая, как много вагонетов с динамитом туда можно запихнуть, попавшего к ловушке будет... Это бандит, бандит, так это нельзя, это преступление. Наказан моментально. Самое главное, не попасться потом в это самому. Номер 8. Забыл такое. Вещь действительно крутая. Если нужно заставить жителей стоять на месте, оградить свою базу от мобов или улететь в космос, они подойдут просто замечательно. Однако их липучесть может быть использована и для злого умысла. Поставив блок-мёда под котёл с лавой, который добавили в 1.17, мы можем создать просто чудовищную ловушку. Из-за того, что блок-мёда не дают нормально подпрыгнуть, тот, кто попал в котёл, под которым стоит этот блок, теряет все шансы на то, чтобы из него выбраться. Но это вообще не должно, это бак на самом деле. Как бы сильно снегарки ни старались, лучшей защитой для своей базы их точно не назвать. Своими снежками даже и фритом они не наносят урон, только отталкивают. И это никуда не годится. Как бы всё не было плохо, не спешите списывать их со счетов. Мы можем научить их метать фаерболы. Я понимаю, половина из вас сейчас такие... Снеговик? И огонь? Чё? Да, чё б нет? Другая половина из вас, которая играет на Бэдрок Эдишн, знает, что снежки, пролетающие через огонь, воспламеняются. Объединяем это с медовыми блоками, чтобы никто не запрыгнул. И жители получают лучшую защиту в виде космической плазменной пушки. Вот это я понимаю. Номер 10. В реалиях Майнкрафта нам и животные, на удивление, свирепые. Вот это снеговики, нельзя с ними ссориться. Как оказалось, это единственный моб, который может убить вас на писфул моде. Но они могут быть и на вашей стороне. В случае, если вы не решите с ними враждовать, а превратить их в своих союзников, вы получите прототип настоящего боевого корабля. Что я несу, запихнув это длинношее и животное в лодку, мы получаем артиллерийскую пушку, атакующую враждебных мобов. Еще и грузовой отсек на халяву. Но чем не боевой корабль? Что же, если вы решитесь покорять дальние океаны, думаю, лама может стать вашим идеальным компаньоном. Номер 11. Люди от рождения очень любопытны. Против природы не попрешь. Значит, если мы видим сундук, который мы не ставили, мы 100% захотим его открыть. А чтобы проучить такого любопытного зеваку, нам понадобится сундук, песок, таблички, ТНТ и немного науки. Динамит не только активируется при помощи Ретстоуна, но еще и обладает гравитацией. Ставим поверх него сундук-ловушку, и наш план приводится в действие. Кто-то пытается открыть сундук, и вот он уже под звуки ломающихся табличек и падающего песка летит прямиком на экран. Еще и динамитом добивает сверху, даже если выжил. А если убрать предупреждающую табличку, то смерть будет еще более неожиданной. Номер 12. Как понять, что ловушка плохая? Она на самом видном месте. Поэтому, я уверен, никто из вас не купится на нажимную плиту где-то посреди равнины. Жертва, поняв, что это ловушка, сломает нажимную плиту, тем самым активировав настоящую ловушку. Выпавши... Окей, вот это я бы точно не ожидал. Ловушка засасывается в вагонетку с воронкой. Попадая оттуда в обычную воронку, издает Ретстоун сигнал, и тут бум. Если подойти к вопросу более креативно, можно разместить ее внутри пустынного храма. Эффект от такой модификации этой ловушки будет куда сильнее. Я вас уверяю, от сокровищ не останется и следа. Это жестко, это очень жестко. Номер 13. Водные лифты на пузырьках отличное дополнение к любой базе. Это самый простой и дешевый способ быстро забраться куда-нибудь повыше. Из-за того, что... Вы можете создать невероятно неожиданную засаду. Учитывая всю концепцию, я бы назвал эту ловушку лестницей прямиком в рай. Номер 14. Это очень обидно. Они подчиняются некоторым достаточно странным законам. Например, если собрать их больше определенного количества в пространстве один на один, игра будет убивать... А эти же тележки тоже считаются мобами. Ну, энтити. По одному мобу пока количество не вернется к допустимому. Именно это правило мешает нам создать суперкомпактную и суперэффективную ферму животных. Но эта фича может быть очень даже полезной. Вагонетки тоже считаются за сущностей. А значит, с их помощью мы можем сделать АФК ферму звезд ада. Типа, серьезно? Самый сильный босс в игре, но даже он так беспомощен перед законами ее природы. Убийца-вагонетка, блин. Пожалуй, сегодня это самый жуткий вид оружия, ведь убивает он очень медленно. Номер 15. И пора смириться с тем, что в Майнкрафте некоторые вещи сломать попросту невозможно. Вернее, определенным способом разрушить можно даже бодрок. Но вот что действительно невозможно разрушить, это блоки, которые двигаются. На основе механизма летающих машин мы можем построить ловушку, которая отправит вашего противника на небеса. Эммм, буквально. Попав в эту клетку, выбраться не было невозможно, так как это движение боков, таймер ломания постоянно сбрасывается. Таким образом, недалеко и заработать новую фору. Вы знаете, ты отошел АФК, и вокруг тебя друзья построили эту ловушку, и такие, и просто тебя спустили в космос. Я бы офигел. Номер 16. Многие уже давно используют топор как основное оружие из-за большего урона по сравнению с мечом. Однако его скорость атаки оставляет желать лучшего. И если вы попадаете в тайминг, то все окей. Но стоит вам чуть подоробиться с ударом, и вы как ребенок размахивающий палкой. Да, тайминг ей надо соблюдать. Чему-то по все равно, на какие-то там ограничения скорости атаки. Ничего себе, нормально пошел рубить. На максимальной сложности он наносит 17 хиллпоинтов урона. Это 9,5 сердец. Так что если вам нужно убить много межных мобов, Джонни с этим слегка справится. Главное, не вставайте в него на пути, ладно? Номер 17. Ладно. Так что быть. Но этот желтый шарик с иголками годится не только для зелий. Зелия подводного дыхания это, конечно, неплохо. Но это далеко не все. Он еще умеет делать так. А это уже можно использовать для всяких злых дел. Не верите? Наловите их как можно больше и идите за мной. Спрятав стайку этих маленьких вредителей под закрытый люк, мы получаем скрытое отравляющее оружие. Если вы не особо любите принимать гостей... Сделайте такое у себя на входе и думайте, что посыл будет ясен. 18. Окей. Это... Как это работает? Почему это так работает? Ну это интересно. Вряд ли кто-то из вас готов тревожить пчел просто так. Ведь они такие классные и дают мед. Но если вы тронете хоть одну, вам хана. Смерть. Ну да. Но если обуздать этих маленьких машин для убийств, можно собрать себе безжалостную пчелиную армию. Всего одна ошибка со стороны вашего врага, и ему тоже хана. Эти маленькие терминаторы способны вынести даже из сушителя. Все, что вам нужно, это собрать их побольше и заспавнить визера рядом. Они набросятся на него прямо как пираньи в реке Амадонка на кусок мяса, который им бросили. Главное, не заденьте ни одну сами. Номер 19. Черепашьи яйца почти бесполезны. Но с их помощью мы можем творить подлые вещи. Используя их способность легко ломаться от любого надавливания, можно создать невероятно простую ловушку. Просто прячем одно под ковер и ждем, пока кто-нибудь наступит. Тот, кто это сделает, будет несколько удивлен. И даже попав в эту ловушку, он далеко не сразу поймет, что это подстроили вы. Просто идеальное преступление. То, что если у вас есть... Это гениально, реально. Бегом добывать этих малышей. Ну, сколько реально можно ловушек придумать? Ключевым моментом любого спидрана является максимально быстрая битва с драконом. Если вы захотели побить рекорд, сутерять нельзя секунды. Если вы думали, что кровати это самый быстрый способ, то есть способ куда быстрее. Лучшие умы Redstone комьюнити всего Майнкрафта разработали этого монстра. Что это? Супер ТНТ пушка. Или справедливее назвать это рельса трон. Обалдеть, что это? На шайтан машина. Наносит 1200 урона. То есть дракон отлетит с одной атаки. Пожалуй, единственное, что может спасти натиска, это солидный запас тотемов бессмертия. И то не факт. А если вы возьмете... Как это работает? Что? Нет! А как это работает? Это интересно было бы узнать, как это работает. Потому что выглядит очень странно, футуристично. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите подписываться на канал Minecraft Stone обязательно. Также подписывайтесь на мой канал. Мне было бы очень приятно. Спасибо большое. И всем удачки. Всем пока-пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok